Ну что ж, давайте начнем по теме нашего сегодняшнего дня. Мы будем говорить о рекомендациях по работе КТ в условиях повышенной нагрузки, естественно, связанной с пандемией. Дело в том, что действительно в связи с пандемией резко возникло количество исследований, выполняемых в учреждениях. Сейчас, секундочку. Вот так. Хорошо. И этому есть основания. Вы знаете, что еще по данным исследований в Китае было рекомендовано активное использование компьютерной томографии даже как инструмента первичной диагностики и скрининга. И вот эта статья, она цитируется во всех изданиях на эту тему. И в ней говорится о том, что КТ может быть первичным, именно первичным инструментом. Но это было первое такое мнение, и оно, в принципе, может быть и оправдано. Но вслед за этим в публикациях было уточнение о том, что КТ не следует все-таки использовать как скрининговый инструмент, поскольку достаточно высока частота ложно-отрицательных результатов. И именно тестирование РНК является единственным методом специфичной диагностики. К тому же возникают вопросы о том, что исследование на компьютерном томографе может сопровождаться риском распространения инфекции. Тем не менее, КТ остается для нас важным и даже, можно сказать, самым важным инструментом и на первичном этапе диагностики. Есть рекомендации выполнять КТ, в том числе, когда тесты недоступны, когда необходимо принять срочное решение, при значительных клинико-аномнистических факторах, при подозрении наложен негативный результат теста. Если на первичном этапе КТ не является все-таки доказательством инфицирования пациента, а только тест РНК может считаться таковым, то у пациентов с подтвержденным COVID-19 КТ выполняется достаточно много, часто, поскольку именно риск осложнений и прогрессирования пневмонии здесь важен. С точки зрения визуализации нам понятно, что легкое является рентгенопрозрачной средой, и те изменения, которые мы наблюдаем при COVID-19, они, в принципе, достаточно хорошо видны, именно благодаря вот этой естественной контрастности легких. Если на первом этапе мы можем видеть множественные очаги матового стекла и с признаками организующейся пневмонии, то затем мы наблюдаем консолидацию и распространение этого процесса. Но все эти процессы очень хорошо видны в легочной ткани, и специалисты-рентгенологи хорошо это знают. Вот здесь плохо видна ссылочка, но вот этот текст, он рекомендован для описания как стандартный язык в протоколе, в заключении рентгенолога. Но в данном случае мы рассматриваем необходимость дозы, какую дозу мы можем применять при этом исследовании. Так вот, благодаря естественной хорошей контрастности изменений в легких, которые мы реконструируем острым фильтром, просматриваем в широком окне, за счет просмотра в широком окне шум в изображении подавляется. Поэтому мы можем утверждать, что не нужна высокая доза и может быть применен протокол для скрининга легких. Обратите внимание, это исследование, взято мною из открытых источников, из интернета, это даже не Philips, КТ-дозовый индекс 5 мг. И компания Philips, вы знаете, активно участвует в оказании помощи и консультативной, и много публикаций у нас выходит. Посмотрите на наших сайтах. В том числе были опубликованы официальные рекомендации для протокола компьютерной томографии в условиях COVID. Здесь приведена ссылка, если, извините, ее плохо видно, я могу прислать, если кому-то надо. Так вот, в этой рекомендации обратите внимание, что мы используем новый, может быть, для многих наших пользователей, но хороший очень инструмент, Dose-Rite Index. Это индекс дозы в сканерах на платформе Ingenuity, но также масс и миллиампер, вы здесь видите, так вот, порядка 60 масс при 179 миллиамперах рекомендовано в этом протоколе и при КТ-дозовом индексе 5,3. Тем не менее, на практике мы решили посмотреть, можем ли мы также продолжать снижать дозу. И вот во время нашей работы в Институте скорой помощи Склифосовского вместе с доктором Степановым Валентином Николаевичем мы начали снижать эту дозу по этому протоколу. И мы очень легко это делали, управляя Dose-Rite Index. Снижая индекс до 12, мы получаем снижение всех параметров ступенями по 12%. И таким образом КТ-дозовый индекс у нас получился 4, и при этом мы получили хорошие результаты. Но мы дальше стали снижать дозу, Dose-Rite Index поставили 10, и также результаты нас вполне удовлетворили, и при этом КТ-дозовый индекс составил 3,4. Вот такие результаты мы получили. Это один из примеров сканирования в Институте Склифосовского. Таким образом мы рекомендуем значительно снижать массы, значение масс, значение миллиампер, и Dose-Rite Index, по-видимому, можно снижать и дальше. Что, в общем-то, мы и делаем. И такое исследование у нас получилось при дозе 2,3 миллизиверта для пациента. Конечно, надо сказать, что такое снижение дозы возможно при использовании алгоритмов итеративной реконструкции. В нашем случае мы использовали iDose. Также, если на вашем сканере есть, очень хорошо использовать итеративную реконструкцию iMAR. Это материал клинического госпиталя на Яузе, где мы экспериментальным образом поставили Dose-Rite Index 1 и при крайне низких значениях, при минимальных значениях дозы выполнили это исследование. Вы видите, что в стандартной реконструкции оно выглядит очень шумным, тогда как при iDose и тем более при iMAR хорошо, хорошо, визуализация вполне позволяет нам видеть очаги, если они есть. Так, этот слайд я пропущу. Таким образом, мы рекомендуем для COVID, особенно для повторных контрольных исследований, использовать следующие принципы построения протокола сканирования. 100 кВт можно ставить для худых и средних пациентов, 120 кВт для средних и крупных, и надо использовать низкий ток на трубке. От 30 до 100 мА для зависимости от толщины пациента в среднем около 40. при этом для того, чтобы снизить артефакты движения, протокол должен иметь максимально возможные параметры скорости сканирования, и, конечно, рекомендуется использовать высокое разрешение для визуализации междольковых уплотнений. Построить такой протокол можно, используя в качестве контрольного параметра именно вот это значение катедозового индекса. Если оно составляет 3, 4 или меньше, это хорошо. И, конечно, мы будем реконструировать тонкие срезы, 1,5-2 мм. Это уже достаточно тонкие, можно считать, лучше 1 мм, если сканер это позволяет. Острый фильтр. И, конечно, рекомендуется использование итеративных реконструкций. Насчет автоматического контроля экспозиции я еще, возможно, здесь пояснить, как это работает. И, тем более, что это может по-разному происходить в разных сканерах. Принцип контроля автоматической дозы в том, что в протоколах может быть заложен некий референсный диаметр водного фантома. В нашем случае это 29 см. И, настраивая свой протокол, мы говорим следующее, что если наш пациент составляет 29 см, то у него будет... Нет, простите, не так. Значит, мы сначала настраиваем протокол, мы выбираем референс и выбираем для него дозу Райт Индекс или эффективные массы или это может быть шум у других производителей, который может задаваться в качестве контроля дозы для референса. И вот создавая протокол, таким образом мы должны проверить, что у нас КТ-дозовый индекс, какой мы посмотрим, и если нам нужно создать протокол низкодозный, то мы контролируем, чтобы значение здесь было меньше пяти для разных сканеров, может быть, побольше, если у вас нет итеративной реконструкции, но лучше меньше пяти и еще лучше около трех. И затем, когда мы уже начнем использовать этот протокол, мы выполняем обзорное изображение и программа автоматически определяет плотность пациента по обзорному изображению. Если пациент у нас большой, более крупный, то определяется водный эквивалент нашего пациента. И он может отличаться от референса, составить, например, 35 сантиметров. И тогда программа подсчитывает, что мы указали, что, допустим, 29 сантиметров у нас было 40 масс, тогда для 35 сантиметров пациента будут произведены расчеты. И то правило, которое использует Филипс в данном случае, говорит, что на 6 сантиметров разницы необходимо удвоение дозы. У других производителей других сканеров это может быть по-другому. На сканерах GE вы видите, что используется индекс шума, который приводит к изменению дозы с учетом толщины среза. Также толщина среза учитывается в сканерах Тошубе. Сименс и Филипс не учитывают толщину среза при установке автоматической дозы. Так вот, почему это важно для того, у нас есть информация о том, что в результате резко, значительно увеличившегося количество исследований на многих сканерах, многие клиники испытали проблему и даже есть случаи, что трубка выходит из строя. Что, какие элементы важны для трубки? У нас есть катод, на который подается ток, измеряемый в миллиамперах, есть напряжение между катодом монодом в киловольтах. Эти два ключевые параметра и важны для того, чтобы сберечь трубку. Критически важен именно филамент, так называемый, или вот эта спираль катода, и также при больших напряжениях может нагреваться и разрушаться сам монод, и критической точкой является также подшипник, на котором этот анод вращается. Компания Philips здесь имеет запатентованное решение, вот такой очень специальный подшипник, здесь нет роликового подшипника, а вот эти скользящие поверхности на так называемом жидком металле обладают очень высокой теплопроводностью, стабильностью, и поэтому что касается трубок Philips, то мы не очень волнуемся, они конечно выдержат и выдерживают по 10 лет нагрузки. и все-таки на жизнь трубки влияют вот эти факторы, и прежде всего существенно влияет ток на трубке, чем больше ток, тем в большей степени сокращается жизнь трубки, и ток в свою очередь зависит от применяемых миллиампер и масс в протоколе, снижая масс мы также можем снижать ток. Наблюдается также некоторая зависимость жизни трубки от применяемых киловольт, но она не так критична, хотя косвенно, да, если мы значительно снижаем киловольт, мы для достижения нужной дозы вынуждены увеличить миллиамперы, но и увеличение до 140 киловольт все-таки тоже приводит к сокращению жизни трубки отчасти в том, что увеличивается разрушение анода. Таким образом, ключевым параметром, за которым мы рекомендуем следить при создании протокола сканирования является ток на трубке. И в интерфейсе систем Philips на платформе iPatient мы видим это значение миллиампер вот здесь сереньким, в данном случае 40, 41 мы получаем при снижении дозра индекса до 6 и при этом значение CTDI, которое измеряется для фантома 32 сантиметра составит 1,8. вот такой протокол в принципе минимальная доза для пациента и должно быть достаточно для визуализации изменений связанных с COVID-19. Что касается скорости сканирования в платформе iPatient есть такая галочка Automatic Scantime которая автоматически меняет пич и время ротации если пациент оказывается крупный и для него нужно больше значения тока. Для протоколов COVID-19 можно этот пункт оставить, но можно и убрать. если мы его убираем то тогда пользователь самостоятельно ставит пич и время оборота. В принципе это хороший подход он позволяет контролировать хорошо контролировать ток на трубке но в случаях когда пациент оказывается крупным это не будет оптимальным решением для пациентов разного веса то есть худых пациентов можно сканировать быстрее толстых пациентов надо медленнее тогда наш лаборант должен уметь своевременно менять вот эти значения пич и времени оборота трубки также к рекомендациям по увеличению жизни трубки относятся обязательное выполнение прогрева трубки соответственно рекомендациям производителя для Philips мы рекомендуем выполнять один раз в день утром или после любого простоя более 12 часов подряд создание протокола на платформе iPatient достаточно простое те кто с этим работает хорошо знает мы заходим в инструменты выбираем exam card manager обращаемся в группу протоколов легких можно в качестве шаблона выбрать ваш стандартный протокол сканирования грудной клетки затем вы можете посмотреть оставить вам или нет автоматик скантайн если ваши лаборанты не очень разбираются в значениях пича времени оборота лучше оставьте его включенным далее мы снижаем либо dose write индекс либо массы у разных производителей могут быть как мы говорили разные инструменты для снижения значений референсных значений и для реконструкции мы используем острый фильтр это в принципе не важно какой именно YC или YB и конечно же мы используем IDOSE или IMR 4 или 5 уровня и затем вы сохраняете свой протокол как новый протокол для контроля наших пациентов с COVID таким образом мы можем суммировать рекомендации по увеличению жизни трубки и конечно же к тому что я сказал мы добавим что интервалы между сканами должны быть но если трубка обладает большой теплоемкостью и хорошей скоростью охлаждения то практически мы не видим необходимости хоть сколько-нибудь задерживать интервалы между сканированием на платформах iPatient Ingenuity если это более слабые системы то такие интервалы конечно же могут понадобиться и конечно же для тех сканеров которые не имеют итеративных реконструкций для Philips это IDOS или IMR но сейчас у всех производителей есть итеративные реконструкции крайне рекомендовано обратиться к производителям и установить эти опции поэтому мы даже если у вас не Philips мы рекомендуем конечно же вам обратиться к вашим специалистам по применению и пожалуйста обращайтесь к нам если потребуются дополнительные консультации или помощь в создании экономных протоколов сканирования из рекомендаций по обслуживанию то что нам обращаются спрашивают следует ли перезагружать сканер влияет ли это на жизнь трубки ну перезагружать надо соответственно рекомендациям производителя в тех случаях когда вы сканируете непрерывно вам может быть некогда его перезагружать но еще раз повторяю прогрев трубки после больших перерывов надо делать обязательно это действительно улучшает продолжительность жизни трубки калибров калибровки по воздуху конечно же в соответствии с рекомендациями производителя раз в неделю надо делать но если вы сканируете непрерывно и не видите артефактов вы можете делать калибровки несколько реже это не мешает основной работе сканирования очень рекомендуется следить за исправностью кондиционеров и поддержание температуры поскольку большинство сканеров и трубки имеют воздушное охлаждение и это тоже важный момент для сохранения жизни вашей трубки для компании Philips есть рекомендации по обслуживанию которые есть и в инструкциях по эксплуатации и в виде отдельной карточки которую мы с удовольствием вам пришлем если это нужно пожалуйста обращайтесь ну и последний пожалуй актуальный вопрос который сейчас тоже часто задается это как как дезинфицировать КТ-систему вот в условиях инфекции ну самое оптимальное если КТ-система находится в красной зоне персонал в чистой зоне и именно такая ситуация есть в институте Склифосовского где лаборанты в общем-то могут даже и не одевать специальных костюмов а пациента укладывает персонал приемного отделения соответствующим образом одетый но тем не менее необходимость дезинфицировать есть и здесь стандартно рекомендуется хлоросодержащие препараты и ну вот то что вы можете прочитать приведено здесь важно что КТ-систему не так конечно легко почистить как УЗИ-аппарат в том смысле что есть риски проливания жидкости в систему и этого вот мы категорически рекомендуем не допускать для сохранения вашего сканера живым и здоровым старайтесь избегать попадания раствора внутрь гентри и не допускайте также пролива внутрь системы отверстия микрофонов оберегайте и конечно же концентрированные щелочи кислоты и спирты и органические растворители все-таки могут повредить лаковый вот этот поверхность краску системы наш матрасик может пострадать пластикат поэтому старайтесь применять больше именно мыльные и хлорные препараты которые есть в клинике спасибо за внимание мы можем перейти к вопросам да конечно ультрафиолетовое облучение тоже используется и даже два ультрафиолетовых источника поставлены в клинике где мы недавно были это хороший способ насколько он так сказать может быть насколько ему можно доверять смотрите конечно же лучше и специальные препараты тоже использовать наталья максим слышно меня спасибо большое коллеги у нас еще есть немножко времени если у вас есть какие-то вопросы я вас призываю их задавать может быть вы хотели бы поделиться какими-то ситуациями с которыми вы сталкивались или сталкивались ваши клиенты я вижу что среди участников в том числе есть наши партнеры отвечу сразу на вопрос касательно доступности презентации мы вышлем всем запись презентации запись вебинара вместе с презентацией если Максим Дмитриевич не будет против в течение следующей недели Максим еще есть тут вопросы поступают коллеги если хотел бы вас попросить писать вопросы в раздел вопросы чтобы они не терялись в общем чате еще такой момент попрошу после вопросов и ответов сразу не отключаться мы попросим вас ответить пройти очень короткий опрос по вебинару спасибо ну вот сложный для меня вопрос дезинфекция внутри гентри при ремонте коллеги есть аэрозольные препараты которыми можно обрабатывать систему но при этом рекомендуется полностью отключать компьютерный томограф и все-таки закрывать эти отверстия поэтому действительно дезинфекция внутри гентри может быть актуальной поскольку аппарат имеет воздушное охлаждение и циркуляция воздуха в помещении происходит постоянно и конечно именно воздухом из помещения охлаждается вся система внутри гентри видимо нужны такие аэрозольные препараты которые не повредят электронику а электроника под крышками находится в открытом состоянии при ремонте конечно нужно работать получается если компьютерный томограф находился в грязной зоне а затем потребовался его ремонт конечно нужна тщательная дезинфекция помещения но мы не можем исключить что живой вирус останется и внутри гентри на какое-то время поэтому лучше работать в перчатках или открыть аппарат и выполнить ультрафиолетовую обработку ультрафиолетом в течение ночи а затем уже приступать к ремонту вопрос мы попробуем посоветоваться с инженерами как лучше поступить в таком случае и обратим на это внимание и я кузаков может быть вы поясните что вы имеете ввиду наши реконструкторы и хост находятся в как правило в пультовой но если они находятся в непосредственном процедурной это допустимо с точки зрения технологии но оператору приходится заходить туда и нажимать кнопку пуск если аппарат выключался если это все в одной зоне но это допустимо соответственно затем нужно будет обработать поверхности и кнопки дезинфицирующими растворами ультрафиолет да они очень хорошо для силиконового коврика но тем не менее мы используем я думаю что силиконовый вот этот матрасик пластикат там такой пластик да но он к сожалению расходный материал поэтому если он сильно пострадает обращайтесь мы вам можем естественно за небольшой счет поставить новый ну да не могу больше предложить других вариантов это действительно сложный вопрос но думаю что так если мы откроем гентри включим ультрафиолетовые лампы то все-таки пластик не должен пострадать и такая обработка допускается для электроники ну согласен что конечно же открывать и дезинфицировать гентри нам не нужно мы действительно подумаем насчет регламента в отношении этой процедуры но согласен что инженер должен также работать в перчатках наша процедура предусматривает что инженер работает в защите все правильно спасибо Дмитрий спасибо за интересный интересный материал все очень подробно и всем желаю хороших выходных всего хорошего до свидания спасибо всем участникам до свидания спасибо